Александр, если допустить тот факт, что я, животно, получил весь необходимый опыт воплощений, весь божественный демонический опыт, преобразовав все тела и оболочки в свете и тело, наигравшись в эти игры вдоволь, что тогда? Начинать все сначала с Минерального Царства или вечно поддерживать мироздание, рожать планеты, быть Солнцем, обучать молодые души и так далее? Не подходит ли это состояние на колесо сансары, только не материальное, а духовное? Тот же круговорот. Все либо были брахмами, либо будут брахмами. У меня ощущение, что некоторым богам уже все это, мягко говоря, надоело. Одно и то же повторяется из вечности в вечность. Или придется наслаждаться процессом вечно? Представляешь, как богу надоело быть богом. С таким мировоззрением. Ничего подобного. Все совершенно по-другому. То есть он у нас идет не по кругу, а по косой спирали. И мы сюда приходим в одном состоянии, уходим в другом. А если уже говорить о житии богов, миров, праве, которые тут уже сдали экзамены, то это все равно нашими лягушачьими мозгами их никак не понять. Это мы думаем, что им там может надоест. Что так скучно. Эта гусеница так бабочки говорит. Ой, как скучно в воздухе летать. Ой, как скучно нектаром питаться. Что за жизнь такая? Скукота. Вот тут сидеть в травке, травку жевать. Вот это житуха. Ведок так описывается. Сидят две лягушки на дне колодца. И одна говорит, знаешь, есть океан. Говорит, а что такое океан? Говорит, ну как тебе объяснить? Это много-много-много воды. Говорит, что больше нашего колодца? Говорит, да больше. В два раза больше? Нет, больше. В три раза? Нет, еще. В десять раз? Нет, в сто раз. Вот как невозможно океан познать с помощью колодца, так же невозможно нашим примитивным мировоззрением представить жизнь богов мира в праве. Вот недавно ученые интересную информацию опубликовали. То есть вы все в школе учились и знаете, что если взять солнечный спектр, то мы можем воспринимать, вот если вот такой кусок, то мы вот такой малюсенький. А каждая звезда, каждое солнце имеет свой спектр в космосе. Вот это вот истина вся, полнота истины, так же? Вот как вы думаете, вот мы сколько из этой полноты можем процентов воспринимать? Вот ученые сказали, одна десятитысячная часть процента нами воспринимается. И как с такими мозгами можно судить, скучно им или не скучно? Это как лягушка с помощью колодца океана измерять, так это еще хуже. Так вот станем богами, вот тогда это поймем. Спасибо. Спасибо.